То есть, как у нас коллективы в основном все сел, не сильно богатые, то, естественно, сыграл старые модели, которые у людей там играли, то есть Симонцы были. Ну, и потихоньку, так говорится, ее делали. Не раз больным кто-то говорил, что я занимаюсь ремонтом, больные ко мне обращались. Здесь получилось где-то середина или конец октября, я не помню точно, я тогда не обращал внимания. Я шел в этот самый главный корпус, на ступеньках встал мужчина курил, вернее, середина, попросил подкурить. Ну, я дал подкурить, да и пошел. На следующий день мне обратно жили, я не помню, сколько времени, но у нас там всегда больные выходят на ступеньки курят. И обратно же он стоял, я, потому что я работаю, бегаю туда-сюда. Он подошел к своему, поздоровался, я говорю, дать подкурить, он говорит, да нет, у меня такой вопрос, мне здесь сказали, что ты занимаешься ремонтом выбивок. Я говорю, сказал, сказали, знаешь, занимаюсь. Он показал мне мобильный телефон, Симонс еще с Харики-то, спросил, если у тебя такой динамик. Я сказал, есть, надо посмотреть только именно, какая модель. Ну, и пошли ко мне в мастерскую, то есть я повел урок себе в мастерскую на территории ПСМ. Поменял мне на телефон, в телефоне динамик, взял с него или 50, или 70 динамик за ремонт, не помню, я врать не буду. И все, и потом я его не видел некоторое время. Потом получилось так, что мой хороший знакомый познакомил меня с его знакомым, двинадцать, общались с которым в некоторое время. И прошло, я не помню, сколько времени, и появился этот же, с которым я познакомился в БСМ, в котором я грандирую часы. Ну, типа, невзначай проходил мимо, а зашел в гости, узнав, как дела, начал это. Ну, разговорились, как бы, начал ходить вдалее, ну, и без задней мысли, сколько людей приходило, там всякое, как бы, рассказывали, хотелось высказать. Ну, и начал называть себя, типа, его зовут Саша, мне его, мол, псевдоним, короче говоря, это, псевдоним душман, типа, его в городе все знают, если что, проблемы, мол, обращайся, меня найдут, я приду помогу. Ну, я так посмотрел, думаю, вроде как бы, с помощью не нуждался. И потом, он как появился, я не помню, я не обращал внимания, сколько времени, не было его. Потом же ж это Дима появился, с которым познакомил наш общий знакомый, тоже Дмитрий, меня познакомил с этим тюрьмом. И Дмитрий предложил, мол, есть вариант, надо это, взрывчатки или пистолеты, я говорю, ты знаешь, я уже, как бы, давно отошел от этих самых, от отношений с преступным миром, я говорю, не имею представления. Ну, я говорю, подумай, есть клиент, можно заработать, неплохо. Я говорю, не знаю, как бы с деньгами все нормально, я не напрягаюсь. И потом, где-то через, я не помню точно, метели или полторы появился этот же Дима, приехал ко мне на работу и с этим же Максимом, который как я делал контрольную задачу. Ну, и начал этот Максим уже напрямую, не стесняясь Димы, заявлять, что вот надо оружие, надо то, есть клиенты, которые покупают. Ну, я думаю, ну, надо так, надо, делайте, ищите. И, получается, мы поговорили, я сказал, что подумают, то есть я не сказал, что нету. Приехал я до Димы, будем говорить, Белозилово, рассказываю ему, он все это, он мне сказал, он говорит, я их извью, это вообще непонятно кто они такие, они тебе надо. А мы у него, получается, у Димы, он в самом деле в мобильной мастерской на Макарова и Ягина, ферма Сота. Ну, я у него постоянно брал, покупал детали по одной цене на мобилке, а естественно на работе там чуть-чуть на воду. И вот это же с ним начало общение, а он мне сказал, говорит, а то Дима занимался водкой. Ну, было такое, как говорится, врать не буду. Покупал я водку, потому что у нас так, то коллективные, ну, эти, как они так называются, корпоративы. Это, вот это Дима, дочит, будь ласка, я киримая мастерную, он до тема занимался водкой, да? Не, 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 это вот этот второй Дима, с которым Белозилов меня познакомил. Ага. И это, вот это, что он меня познакомил, я говорю, а зачем ты ее познакомил? Он говорит, ну, ты же сам, да, лучше у тебя водка. А мне спрашивали за водку, нас там привозили водку под заказ, кто-то, я даже не без понятия слышал, но не видел. Ну, думаю, как раз водка это. И вот я у него спросил за водку, он говорит, да, есть водка в Бековниче. Типа, я могу привезти на пробку. Я говорю, ты узнаешь, почем, а потом созвонимся и поговорим. Обменялись телефонами, но он мне не позвонил, это Дима, приехал сам уже после того, как Максим приехал, или с Максимом приехал. Ну, и начал мне, ты смотри, это нормальный, мол, человек, вон, у нее там связи. С каким Максимом уже? Я не знаю, у Фариги. Ну, это просто Вова с Максимом, да? Да. Потому что мы так, ведь, до Александра уже далеко, что я уже... Ну, вот, зачитывали, вот это ваш Максим. Ну, то ж, Вова, який продавал водку, он еще с Максимом, да? Дима, который продавал водку, это что он этого Максима ко мне привез? Типа, напрямую, тот представился, что он покупает запчатку, пистолеты, автоматы, патроны. А, Максим закупает? Да, да, да. Он и таки пьет водку, а еще и патроны закупает, да? Нет, это Дима продавал водку и привез этого Максима. Познакомил меня с этим Максимом. И сказал, что Максим все скуповывает? Да, да, да. А что друг Дима вырешил привезти до вас, Максима? А вот этого я не знаю. А звезда им было известно, что вы сейчас продаете? За заборы, за продажу вообще. С Димой этим не было никакого. Так, не с того, не с сего. Вы придбали у них спиртные напои. И тут они пришли, скажут, что луку, пульма. Я еще даже не покупал, мы только собирались обговорить с Димой по поводу водки. А он купил этого Максима. А потом же уже приехал, когда он за водку, как он сказал, узнал, приехал сам. Должен был позвонить, но он не позвонил. Приехал сам напрямую ко мне на работу и сказал, за водку ничего мне не говорил. А начал давить на то, что типа, у Дима, от хорошей пары можно заработать по пару соток долларов. Ну, с его слов как. Я ему сказал, он говорит, ты понимаешь же, я же не занимаюсь этим. Водка там, продажа, да, а у меня связи нет. Он мне начал, мол, типа, ну как, у тебя все-таки братвы здесь есть, ничего. Братвы типа, не мол, кого купить, а то все, сколько здесь в больнице лазит. Ты что, типа, не общаешься? Ну, короче говоря, я сказал, обгой. Потом через, я не помню точно. Короче говоря, появился этот Саша, который в больнице, я с ним познакомился. И ни с того ни с сего предложил то же самое, что тебе закупку, это продажа. Предложил, мол, есть вариант продать, хорошо заработать. Ну, начал интересоваться, как у меня с деньгами. Я сказал, что зарплата у нас, конечно, не сильная здесь, не фонтан. Ну, начал рассказывать житейские проблемы, что ребенок маленький, хотелось бы заработать. Скажу честно, появился на одну продажу. Он сказал, что он надоедет, убьет на кожу, но он так и не звонил. Сам проявлялся, все время он, как я сказал, что тебе будет, там, если что девчонка будет набирать, будет у нас типа такого пароля, будет у тебя, это, спрашивает твои инициалы, год рождения, ты будешь гордеть, и она будет отключаться. И я пойму, что все нормально. Но так пару раз было, и все, и потом он сам проявлялся, никогда никто не набирал. То есть не звонил. Он неожиданно появлялся, неожиданно заполдал. Откуда он приходил, я ни разу не видел. То он с одной стороны заходил в мастерскую, то с другой стороны. На чем он ездил, я тоже его видел. Он никогда, сколько я пытался его провести, он никогда тайги работал, что тебе будет отвлекать, сам не уходил. То есть я не доходил до этого самого, до выхода с больницы, где, возможно, может быть, какая-то машина была, где без понятия. И потом появился же этот, какой-то, как-то, душман пропал. Через два дня где-то появляется этот Максим. Уточни, пожалуйста, душман ся Александр. Да. Который сначала, как бы, ремонт телефона, а потом, с того времени всего, после этих Дмития и Максима, которые искали, где купить. А этот резко непонятно, каким образом, это уже я сейчас начал понимать. Тогда, как говорится, не соображал, скажу честно. Я появился Макс, приглашил мне, мол, вот, есть потери, деньги есть возможность купить. Скажу честно, был вариант, думаю, сейчас возьму деньги, ну, и смотрю. Отсижусь там, если кто-то, все забудут. Зашли мы, он привез, я не помню, там, по пяти сутки, я так и не считал толком. Он мне, мол, вот, есть, я говорю, ну, сейчас нужно организовать, я говорю, давай, ну, пошли пересчитать. Я, типа, пересчитал, но не до конца. Говорю, сейчас я возьму в карман, чтобы меньше кто видел, скажу, принесу. Он говорит, нет, пускай она остается, а он, когда приехал с Максимом, в машине еще какой-то третий парень сидел. Ну, что я, как бы, не рассматривал. Он мне дал денег, сказал, принесешь сюда потом, мол, подиод с Димой. Ну, и мы пошли с Димой, Дима пошел со мной, я Димой сказал. Он говорит, ты кого привез? Я говорю, ты что, меня за дурака считаешь? Какая продажа? Я говорю, что вы чурили? И вообще, я говорю, как это так? Я здесь, я, ну, в первый же день, мне начинает рассказывать, что ему надо, и почему он возьмет, и какую сумму он располагает. Ну, я понял, что не получилось кинуть на деньги, так как деньги остались у нас. Ну, Дима меня провел до корпуса, он развернулся, я пошел работать, и Дима пошел, куда он там пошел, я не знаю, ну, на выходах, куда дальше, я не знаю. И больше они не появлялись, ну, долго не было я. А потом, где-то, не помню, начал мне прозванивать, там, сам же Максим взял, это, напрямую телефон, номер телефона у Дмитрия, и начал мне наяривать, название, типа, вот там, стволы надо, я говорю, да, конечно, есть, там, он на каштаны, я говорю, да, и каштаны были. И так говорил, что только отстал. А потом же получилось так, что этот душман обратно же появился, ну, и живет, как на беру. Ну, и сказал, вот есть такой вариант, вот на хорошую сумму, оттуда за то, что клиента нашел тысячу, получишь, ривен, а если же все нормально сдашь, то две тысячи, но не указал, чего, чей доллар, чей ривен, тем более, скажу честно, я тогда думал, деньги, как раз, они нужны, повелся. Ну, короче, я сам васился. И он мне сказал, душман, когда там это, ну, я сам буду наведываться, там, скажешь, когда. Я говорю, ну, он собирался, а Максим, это, перезвонил, сказал, что он задерживается, типа, вроде как бы на охоте, сейчас праздники, то улыбка. Потом он мне позвонит или во вторник, или в свету, и точно договорится на канал. Ну, скорее всего, в свету, ну, это будет.